Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас прекрасный летний день. Не жарко, не холодно. Самая такая классная погода наступила. А то всё лето, ну, половина лета точно жарила и пекло у нас. И сейчас время собирать урожай. Урожай хороший. Вот такая помидорка гигантская. Называется крупная красная. Сама вчера упала мне в руки, когда поливала помидорки. Давайте её взвесим. Так, кладём. Сколько? 624 грамм. Такая большая помидорка. Это уже вторая. Первая была 500 с лишним. А эта ещё крупнее. Разрезала помидорку. Даже плодоножку не смогла оторвать. Вот сейчас её тоже разрежу. Почищу вот от этих вот верхушек и макушек, как говорится. Попробовала сладкая помидора. Кислоты нету. Прекрасный сорт. А, кстати, никаких удобрений я не использовала. Просто посадила в грунт свою рассаду. Но в грунт добавила, конечно, перегной. Перегной, золу. Вот и всё. Но через 10 дней после посадки можно ещё мочевины пролить. Прекрасный томат. Мясистый. Насчёт кабачки нажарила. Ну, так. Не украшала сильно. Просто для вкуса немножко покрошила помидорку и петрушечку. Чесночок. Майонезом не стала поливать. Слишком будет жирненько. Друзья, вот такой вот способ засолки огурцов на зиму у меня есть уже на канале. В плейлистах кухня. Можете зайти, посмотреть. Здесь холодный способ. То есть не нужно стерилизовать банку. Нужно просто её хорошо содой помыть. А потом уже огурчики мы моем хорошенечко. Я губкой мою. Вот. Складываю. Но на дно сначала кладу 3 дольки чеснока, зонтик укропа, хрен, листочки и корень. Горький перец можно положить. Вот. И потом складываем хорошенько плотно огурчики. И заливаем холодной водой. На литр холодной воды. У меня фильтрованная вода, не кипяченая. Кладу 2 ложки с горкой соли. А здесь вот на 3-х литровую баночку у меня где-то уходит 2 литра. Вот. Плотно закрываю крышкой. Крышкой я... Крышку я в горячую воду опускаю. Вот. А затем эту баночку держу в комнате ночь. А на следующий день хорошенько встряхиваем и опускаем в погреб. А также можно положить... Поставить баночку в холодильник. Прекрасные получаются огурчики на зиму. Без, как говорится, уксуса. Прекрасные получаются огурчики на зиму. Вот у меня капусту кто-то ест. Нужно опрыскивать. Так, а вот мои помидорки. Да, помидорки я сеяла в феврале. Вот эти крупные сорта. Видите, вот они. Большие. Большая, крупная. А также, смотрите, у меня картошечка. В мешках растет. Вот перец все-таки я вылечила. Несколько сортов у меня перчика. Кто смотрел мои видео, у меня очень сильно напала тля. И я с ней боролась всю весну. Но ничего, растет. Вот такие еще помидорки. Тут у меня эксибишн. Вот этот вот лук. Экспериментальный. А здесь лук-порей. В теплице у меня вот огурцы уже все отошли. Закончились. У меня муж тут пытался их как бы посанковать. Но после его посанкования всегда вот происходит такая ситуация. То есть я не разрешаю, он все равно пытается. Садоводом быть. Любителем. Вот это пузатая хата. Сорт. Тоже уже крупные мы сорвали. Ну вот то, что внизу было, все уже скушали. А вот здесь наверху вот новые помидорки. Так, вот здесь вот крупная помидора. Крупная красная. Вот отсюда. Вот они сами падают. Так, вот это вот тоже. Сорт корзон. Тут у меня вот на бочке растут просто для красоты тыква, арбуз и кукуруза. Так, для красоты посадила. А здесь вот у меня цветет душица. Часть душица мы уже собрали и засушили. А это вот попозже, что расцвело. Вот посмотрите, как все усеяно. Это вот сорт Санька. Очень сладкий сорт Санька. Потом там еще Болгоградский. Вот они, непосункующиеся. Они просто вот усыпаны помидорами. Я уже закрывать начала помидора. Закатываю. Раздаю гостинцы. Вот, смородины было мало в этом году. Но все-таки пол ведерка собрали. Засахаривала ей. Груша у меня пропадает. Яблок в этом году мало. Было морозно. Видимо, рано расцвела и замерзла. И то, что там висит, гниет почему-то. Вот, и здесь тоже мало яблок. Вот такие маленькие помидорки. Сладкие, красные. Хорошо в баночку. Под закатку. Черная смородина. В этом году ее мало. Вот на новых кустиках еще более-менее здесь за яблони спрятались. А вот дальше там на солнышке морозом побила их. Так, ну, малинка еще собирается есть. Кстати, многие используют вот бархотку как специю. Вместо укропа, чеснока, кладут вот только цветочки бархотки. И закрывают помидоры, огурцы. И тоже получается вкусно. Наконец-то хочет зацвестить диплодения. Ей уже год. Вот она лианой растет, но еще не цвела ни разу. Вот всего лишь за два месяца как выросла девичья краса. Девичий виноград. Поставила на днях вот такой букетик с малиной. Пишу маслом. И акварелью также. Работа у меня скоро будет выполнена. Вот уже несколько дней стоит малинка, но пока еще не опала. Также акварелью написала вот такие вот лилии с натуры. Ну, у меня еще флоксы, веточка была там. И также такую работу я написала маслом. Вот маслом. Эту работу я продаю на Авито. 1350. По-моему, для такого размера. 25 на 35. Это недорого. Так как все-таки здесь, смотрите, ручная работа. И все-таки я много трачу краски. Краска масляная дорогая. Также здесь использован краска мастер-класс. И мастихином уходит много краски. Но зато она такая живая, яркая, огненно-рыжая лилия. Которые растут возле моего дома. Ну, также на Авито у меня много других еще работ. Пейзажи, маленькие есть картины. Вот я приготовила здесь рамочки. Хочу еще в рамочки вставлять работы на продажу. Будет уже с рамочкой. Кстати, вот этот пейзаж, если вы мои подписчики, я могу продать ее уже с рамочкой. Можете мне написать. Кто хочет эту работу, на Авито проходите. Ссылочку я оставлю на какую-нибудь одну работу. Вот на эту лилию, допустим. На лилии. И потом уже может найти меня там в профиле. Если просто давать ссылочку на свой профиль, акварелька Наталья, то Авито не пропускает такой профиль. Вернее, ссылочку не пропускает. Вот. А если на какую-то одну картину, то по ссылочке можно пройти. Да, друзья, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на Дзен, на Рутуб и Телеграм. Потому что Ютуб, я смотрю, он замедляет скорость воспроизведения видео. И, возможно, все-таки его в сентябре закроют. Ну, и чтобы не потеряться, подписывайтесь на Дзене, на Рутубе. Там в первую очередь выходит видео. Ну, и также в Телеграм-канале у меня много разной информации полезной. Всем приятного лета, теплого. До новых встреч. До свидания, друзья. Творческих вам успехов. Субтитры сделал DimaTorzok